Доброжский фарфоровый завод Починаюшись с середины 2000-х на протягу некольких годов заменили частку со старелого обсталявания, укоранили новые технологии В осудности, сегодня удобно, что могут выраблять любые фарфоровые посуды Что месяц тут выпускается, каля 2 миллионов одинок товаров До 70% поставляется на экспорт Причем от ручной прасы на заводе так само не отмавляются У так званым живописным цеху элитная продукция, над якой прасуют самые опытные специалисты Их стаж, звычайно, налишивая по некольки десяти годзил Алина Колесникова пришла на завод в 1988-м Уже привыкли, уже работаем Уже не по первости, когда пришли на завод Тогда было тяжело, все учили, по-новому все осваивали Уже опыт Побыч с элитным посудом для штуденного користания Малюнки на им робятся с допомогой деколю, специальных переводных картинок Сярод основных минусов такой технологии – односно невысокая худкость вытворчасти А прача того, необходимый довольно протяглый час для отримания деколю от поставщика Йонда того ж реализует материалы только значными объемами, что не за все ды выгодно заводу Вырешить гэтые проблемы плануются с допомогой новой линии Я ее запуск запланованный на наступный месяц Лишь бы вы технологии дозволить выраблять посуд у любой колькасти, навэт невеликими партиями И зарабить его больше конкурента с дольным, дякуючи снижению себе кошту Одночасовая наладка обсталявания на Добрушским фарфоровом Пашалим мониторинг махчимых рынков сбыту новой продукции Машина цифровой печати позволит нам снизить себестоимость декорирования Увеличить разновидность рисунков и оперативно реагировать на потребность клиента Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша